Почему вообще ведется борьба за музейные экспонаты? Там какие-то существенные ценности? Насколько я понимаю, из того, что экспонируется сейчас в помещении на пик, там драгоценностей нет совершенно точно никаких. За эти музейные экспонаты, наверное, уже никакой борьбы не ведется. Борьба велась за те музейные экспонаты, с которыми должны были прийти когда-то люди, которые представляют некоммерческое объединение. Прежде всего, на тот момент господин Иванов. Мне кажется, у города были вполне юридические ожидания того, что эти экспонаты будут переданы городу, потому что на протяжении нескольких лет город выделял средства на покупку этих музейных экспонатов. Целый год работало целевое учреждение, где получали зарплату госпожа Будрик и господин Иванов. И за это время город не получил ни одного экспоната. Но их точка зрения как раз другая. Они утверждают, что город Таллин обещал заключить с ними какой-то договор. В итоге договоренность существовала только устная. В конечном итоге их всех обманули. Поэтому никакими экспонатами они делиться не собираются. Но только после того, как их всех обманули, они ушли с экспонатами. Они несколько лет получали приличные суммы от города на покупку, собственно говоря, этих экспонатов. И плюс еще они в течение года все получали зарплату. В общем-то, не очень понятно, за что. А это как-то задокументировано, что они не на свои деньги все это приобретают? Да, естественно. Тогда почему город не может получить это обратно? Ну, потому что деньги выделялись некоммерческому объединению для покупки. Там не было такой оговорки, что потом это все должно быть передано. Но зато это было оговорено в нашем договоре о намерениях, о добрых намерениях. Но, к сожалению, добрые намерения остались только на бумаге. Реализовать это не получилось. Это, в общем, говорит о каком-то бардаке в делопроизводстве. И у меня такое ощущение, что он на самом деле не кончился и со следующим руководителем. Ведь те музеалы, которые были переданы Ларисе Ушничковой, они тоже должным образом не задокументированы. Я знаю, что последние полгода новое руководство занимается только вот этой бумажной, в общем-то, волокитой. Да, и это следует признать. Именно поэтому в конечном итоге мы вынуждены были отойти от системы целевого учреждения, некоммерческого объединения, а прийти к системе полноценного музея, где исполняются все необходимые, в том числе и законы, а не только порядок приема тех экспонатов, которые дарились. Какова самая большая ошибка, допущенная предыдущим руководством музея? Вы имеете в виду Ларису Ушничкову. Мне не очень нравится так за спиной говорить. Он, к сожалению, не выходит на связь с прессой. Да. Я думаю, что, может быть, не ошибка, а невозможность реализации была именно концептуального подхода развития музея. Не было концепции музея. Смена руководства в музее больше не ожидается? Если вы говорите про конкретно Таллиннский русский музей, то я надеюсь, что этого не произойдет. Что необходимо сделать в музее в первую очередь? Прежде всего, завершить работу над концепцией. Под эту концепцию подвести экспозиционную базу и, исходя из этого, сделать необходимые инвестиции. Когда прекратятся скандалы, связанные с музеем? Я надеюсь, они прекратятся в ближайшее время. Верно ли, что это здание требует ремонта в очень большой степени? Что местами оно, может быть, даже обывало опасно? Это все-таки здание, которое расположено в старом городе? Да, действительно. Как и многие здания, находящиеся в старом городе, оно требует ремонта. Но речь идет не просто о ремонте. Мы хотим сделать ремонт, исходя из концепции музея. Для того, чтобы этот ремонт носил не поверхностный характер, не просто устранение каких-то проблем, как, например, протекающая крыша, чем мы тоже все равно занимаемся, но и создание залов, которые будут отвечать ожиданиям музейных работников, а прежде всего, их видению того, каким должен быть музей. Продолжение следует...